Мы стали свидетелями самого большого случая, когда погибли люди в украинском кризисе с 5 сентября прошлого года. 30 гражданских погибло, более 100 получили ранения после того, что ОБСЕ охарактеризовало как обстрел ракетами неизбирательный улиц Мариуполя, на которых было очень много народу. Но Совет выражал обеспокоенность эскалации боевых действий вдоль линии прекращения огня. Все мы призывали к деэскалации и к возобновлению диалога. Это нападение за много километров по ту сторону согласованной линии вывели на новый уровень этот конфликт. Это нападение – это не просто еще один отказ лидеров-сепаратистов выполнить соглашения, взятые в Минске. Это было провокацией явной эскалации конфликта. Как об этом четко сказал генеральный секретарь, это может стать нарушением международного гуманитарного права. Те, кто несет ответственность за эту атаку, должны быть привлечены к ответственности. Мы глубоко сожалеем о том, что Совету не удалось согласовать заявление для прессы, которое бы объявило объявление нападения, наступления сепаратистами на Мариуполь и последующую атаку на Мариуполь. Никто в этом Совете не может отрицать тот факт, что нападение на Мариуполь, так же, как и автобус «Волновахи» на прошлой неделе, было совершено поддерживаемой России сепаратистами. Специальная команда мониторинга ОБСЕ проанализировала два нападения. Анализ четко свидетельствует, что в обоих инцидентах ракеты были запущены с территории, удерживаемой сепаратистами. Это нападение не было бы возможным без военной поддержки России, которая поставляет многочисленные пусковые установки «Град» сепаратистам. В последние несколько недель Россия передала сепаратистам сотни дополнительных единиц тяжелых вооружений, не только ракетные системы, но также тяжелую артиллерию, танки и бронетранспортеры. Сотни военнослужащих из России и специальных войск продолжают свою деятельность на территории Украины, явно нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Эти солдаты при поддержке элементов командования и управления России, систем ПВО, беспилотных летательных аппаратов и систем электронной войны. Господин председатель, совершенно очевидно, поток тяжелых вооружений через эту границу в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины предоставил сепаратистам уверенность и преимущество для эскалации этого конфликта. С момента подписания минских соглашений в сентябре, которые включали незамедлительное прекращение огня, сепаратисты захватили еще 550 квадратных километров территории. Несмотря на обязательства, взятые в Минске по обеспечению непрерывного мониторинга границы с проверками ОБСЕ, сотни километров границы остаются свободными для потоков этих смертоносных вооружений, которые скрываются зачастую как гуманитарные колонны. То, что Россия блокирует расширение мониторинга границ ОБСЕ, свидетельствует об их истинных намерениях. Господин председатель, Россия вооружает сепаратистов, финансирует их, дает им консультации и не напрямую, но ведет боевые действия на их стороне. Они пытаются действовать через сепаратистов, продвигать риторику России. Сам проголосовершенный лидер Донецкой Республики Александр Сахашенко 24 января объявил, что сегодня началось наступление на Мариуполь. Это будет самым лучшим памятником для всех наших павших, мертвых. Такие заявления нельзя не учитывать, как к этому призывают нас российские представители. Это реальность. Россия призывает к соблюдению минских соглашений и нормандскому формату, и при этом обвиняет Украину в провокациях. Но сепаратисты при этом, которые поддерживают Россию, подрывают эти соглашения, нападают на гражданских и создают новую реальность на месте. Этот подход, как мы стали свидетелями этого в Мариуполе, лишь только приблизит нас к пропасти. Это приведет к дополнительным погибшим, разрушениям и всем большему количеству перемещенных людей. Господин председатель, каждый раз, когда Совет собирался для того, чтобы обсудить вопрос Украины, подавляющее большинство членов выражали приверженность суверенитету, территориальной целостности и единству Украины. Мы совершенно справедливо предполагаем, что это основополагающие принципы Устава ООН. Они являются основой международной системы, которая основывается на правилах и уважении, на сохранении международного мира и безопасности. Мы все отстаиваем эти принципы, так как мы не хотели бы, чтобы у нас был такой мир, где бы границы изменяли бы силы, где государством угрожали бы и их дестабилизировали бы их соседи, и где невинное гражданское население жило бы в страхе военных приказов, которые дают из столицы. Совет безопасности должен четко обозначить свою позицию и высказаться против опасного пути, которому следует Россия в Восточной Украине. Поэтому я призываю всех членов Совета безопасности дать четкий сигнал сегодня. Россия должна вывести свою технику и войска, она должна прекратить поддержку сепаратистов и должна осуществить эффективный контроль за своей границей. Она должна использовать свое влияние на сепаратистов для того, чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую опасную эскалацию. Россия должна сыграть в полной мере свою роль, обеспечивая незамедлительное выполнение Минского протокола. Еще раз сегодня представитель Российской Федерации заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию этого конфликта. Однако такие слова ничего не стоят сами по себе. Нам необходимо видеть действия России для того, чтобы покончить с этим расширяющимся все более смертоносным конфликтом. Спасибо. Я благодарю представителя Соединенного Королевства за его выступление.